Безусловно. Меня слышно. Добрый день, коллеги. Меня зовут Алексей Щеусов. Доклад посвящен безопасности аэроэнергонного обеспечения. Живую, работаю в Минске, как здесь написано. Прежде чем я продолжу, я хотел сказать, что я не являюсь экспертом в области безопасности, но так или иначе касался определенных вопросов. И, в общем-то, некоторые вещи, что называется, зацепили. Тут почитал, там почитал. Сложилось некоторое представление, скажем, о проблеме. И, в общем-то, возникло желание поделиться всеми минимальными знаниями, которые накопились. До структуризации еще далеко всего на Гобрино. Очень далеко, скажем так. Но, тем не менее, мне кажется, много будет для кого-то нового. Презентация, в принципе, проставляет из себя по большому счету для слушателей, для аудитории набор ключевых слов, которые можно по возвращению домой погуглить и почитать самому внимательно, если кого-то эта тема заинтересует. Так, ну, многие вопросы, большинство, наверное, вопросов будет касаться уязвимости типа переполнения буфера и что-то подобное, возникающие вследствие использования нескорбленных языков, таких как C и C+++. Самый простой, ну, самый, так сказать, невосредственный способ избавиться от определенных проблем на написании программы, естественно, использование каких-то безопасных функций. Например, функция для работы со строками, опуск беездичных функций, эстреликаты, эстреликцепы, которые есть везде, но, к моему, так сказать, удивлению, их нет в Linux, за исключением Alt Linux. Не знаю, кто принял это решение, но это смелый человек. Вот нигде нет в Alt Linux есть на уровне липсителей этих функций. Дальше использование функций, таких как GetLine, вместо Get, я думаю, многие пишущие на C о праве не знают, использование функций SnPrint, использование %S в модификаторах с указанием длины и подобное. Это же называется решение проблемы по-умному, вроде бы, но, как практика показывает, это не работает. Довольно старым подходом для решения проблем с переполнением буфера является так называемый Stacks Machine Protection, начиная с GCC 4.1, это доступное в виде дополнительных оптик компиляторов. Суть, в принципе, в чем? Я думаю, что все помнят, ну, многие помнят, что Stacks растет на Intel-архитектуре в неправильную сторону, и не так, как у всех нормальных аппаратных архитектур, ведущего в случае переполнения буфера, есть большая вероятность того, что затрется адрес возврата, и если это сделано намеренно, и адрес возврата затерт так, как почет, допустим, потенциальный взломщик, вот, при срабатывании инструкции RET сработает код взломщика с большей вероятностью, ну, с понятными, в общем-то, последствиями. Значит, что делает ССП? Это, в принципе, расположение либо в одном месте, либо в нескольких местах между массивами, в зависимости от опции и особенности компилятора, некоторых, скажем так, секретных значений, о которых в одном человеке не знает, и проверка этих значений перед возвратом из функции. Так называемый канаричный метод, связан с тем, что когда-то давно в шахте спускали реальную птицу, для того, чтобы ее смерть показывала повышение уровня концентрации, как это опасно для человека газа. Поэтому метод назван канаричный. Что касается того, насколько это используется в реальной жизни, это OpenSSP появился довольно давно, OpenBSD, одна из первых систем, которая стала ее применять. NetBSD частично, частично потому, что это отъедает некоторое количество процессорного времени, и с недавних, насколько я понимаю, пор, это встроено в AltGenux. Если здесь в списке систем, где то или иное, те или иные вещи используются, не присутствует ваша любимая, это не означает, что там этого нет, это означает лишь то, что ваша любимая система прошла как-то мимо меня, и мне тогда ничего не известно. То есть вполне возможно существует... Я допомню, к сожалению, ССП имеет один совершенно отвратительный минус, который затрудняет ее использование в OpenBSD. Включение собирающейся профсимпиляции, в них невозможно включить ССП, поскольку ССП требует выполнение некоторого количества нативного кода, в составе конфликории, который полностью ломает сборку. Соответственно, там, где ССП может быть наиболее нужен, это система, в которой нет номер менеджмент юнит, и защита памяти осложнена от враждебных последствий, использование ССП чрезвычайно затруднено. Мне кажется, ты что-то перепутал. ССП не касается исполнения нативного кода прикурсборки. То есть ССП при сборке в ДЦЦ проверяется с помощью запуска нативного кода и форс-компиляции, возможно? Ну, возможно. Обсудим потом. Спасибо. Так, значит, дальше. Ну, второй вопрос, который стоит, включает ли ССП, скажем так, по умолчанию компилятора, потому что при сборке, допустим, пакета, опцию можно включить, можно не включить, а если я паранойю, то мне хочется иметь опцию включение всегда. Паранойики у нас сидят по этому вопросу в OpenBSD и в Alt-Ninux. Наверное, в принципе, и Harden Engine 2 сделает так же, или Gentleman, не знаю, меня поправят. Есть опция, которая это делает, выключает. Есть случаи, когда Stack Protector мешает, как бы, и его нужно выключить. Так, дальше, значит, довольно старая наработка Adress Space Layout Automation. Суть, в принципе, такова. Для того, чтобы взломщику удалось подправить адрес возврата или направить управление на какой-то собственный код, он должен знать, по какому адресу находятся данные, хип, выделяемые динамические фрагменты в памяти, по какому адресу располагается код реальный и прочие подобные вещи. Для того, чтобы избежать, в опросных системах различных применяется рандомизация этих самых адресов. Например, рандомизация адресов, по которым загружается раздаление в библиотеке. Это сделано, как тут видно, в Harden Engine 2, OpenBSD, Alt-Linux, возможно, других. По умолчанию выключено в NetBSD, но через систему по NetBSD фича также доступна либо глобально, либо отдельно для каждого исполняемого файла. Рандомизация сегмента стека, опять же, по умолчанию включена в Harden Engine 2, OpenBSD, Alt-Linux, выключена по умолчанию в NetBSD, но может быть включена по желанию администратора. Дальше рандомизация сегмента данных, MF и адреса исполняемого файла, так называемого, для исполняемого файла с PIC, включенным при компиляции, включена в Harden Engine 2 и в OpenBSD. Возможно, другие системы также. В 2007 году в ЛКМЛ прислали багу на шут. Проблема заключалась в том, что CD.точка внутри черуда выводил текущую директорию за пределы черуда и был вводен очень большой скандал. На что один из товарищей, выступивших по вопросу, оказался непонимой, как Алан Кокс, который сказал, что черуд без резкой безопасности никогда им не был. Тем не менее, я думаю, даже среди присутствующих системных администраторов есть люди, которые применяют черуд с этой целью. А безопасность в этом году. И, в общем-то, надо признать, что Собанн-Идвелик. Собанн-Идвелик, потому что, вроде бы, как изоляция на уровне файл-системы дает хоть что-то, хотя, в общем-то, известно, что не все. Первое. Уязвимости, которые доступны из черуда и которыми может воспользоваться взломщик, получивший доступ к системе внутри черуда, это FCHD, с помощью которого, с помощью этого сиспола можно изменить текущую директорию на каталог вне черуда, если доступен открытый дескриптор на директорию. В принципе, ситуация редкая, но мало ли что может возникнуть. Более тривиальная вещь – это Ptrace, грубо говоря, ГДБ. Берем и отлаживаем процесс, работающий за пределами черуда. Из ГДБ вызываем шерл, и вперед, как бы, мы за пределами черуда. Так, значит, дальше. Уязвимостей из черуда для пользователя root вообще бесконечное количество, бесконечное количество. Если пользователь получил root в черуде, это все. Это, как и с игрой, гейм-обор. Начиная с того, что злой человек может создать файл устройства и, например, капнуть его и отправить туда, куда следует. Он может размонтировать директории, монтировать директории, он может поднимать, опускать телоинтерфейсы, он может перегружать ваш компьютер и прочее, 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 прочее. Root в черуде — это лев в песочнице. Я бы так сказал. Так, значит, дальше. Что с этим можно сделать? Решение для непривилегированного пользователя, то есть закрытые дыры имеются в Harden, Gintu и NetBSD, закрытые дыры имеются в виду RGD, P3. Этим воспользоваться в одном еще не сможем в указанной системе Harden, Gintu и NetBSD. Насколько мне известно, во всех остальных, Linux и Gintu, эти дыры не закрыты. Если пользователь получил в черуде Root, то, опять же, защититься можно в Harden, Gintu. Это проект, скажем так, спутниковый проект, GR Security и NetBSD. Для NetBSD решение существует бедипатча с моим кодом, ядерный модуль, я вам скажу чуть дальше. Дальше, значит, переполнение буфера. С переполнением буфера связана, скажем так, проблема исполняемости сегментов данных и стека. С тех пор, как примерно в 2003 году на Intel архитектуре появился BitNX, так называемый, с помощью которого страницы памяти помечаются флагами на чтение, на запись, на исполнение, возникла проблема, и, в принципе, быстро она была решена. Проблема пометки сегментов данных и стека как неисполняемых. Это было реализовано в разных системах по-разному, в Hardware, Gintu и на BSD реализовали подход проекта PAX, в OpenBSD проект WX4X, и в Linux, насколько я знаю, я что-то говоря не уверен, надо, наверное, ядрошки почитать, реализована другая идеология, Excel Shield, а может быть даже в анимином Linux нет решения до сих пор, я не уверен, надо проверить. Так, значит, дальше. Что касается флага исполняемости для сегментов памяти, есть системный вызов M-ProT, и если взломщик, скажем так, подправил аргументы, передаваемые этому СУСКО, то он может вернуть на родину флага исполняемости на стек с очевидными последствиями. Именно данные. Для того, чтобы это предотвратить, опять же, есть решение в виде проекта PAX, который был реализован в Hardware, Gintu. В Hardware, Gintu реализуется абсолютно все, что реализует проект в ГСМУ, и PAX это один и один и один. И в NetBSD независимо. Либо в NetBSD, либо по-умолчанию выключено, а включается в системы по требованию СС-адмена. Еще одна технология от проекта PAX, Secure Guard. Я говорил про рандомизацию адресов сегментов данных стека исполняемого кода. И если взломщик пытается эти адреса подобрать, грубо говоря, брутфорсить, приложение будет Secure Fold. И это можно с помощью Secure Guard отследить и, скажем так, предотвратить дальнейший брутфорс. Опять же, в пределах это все Hardware, Gintu и NetBSD, хотя бы BSD это включил по-умолчанию выключено. Есть приложение, где, скажем, придание плана исполняемости сегментам данных нужно. Это, например, JustMintime компиляторы. То есть включение по-умолчанию, это не всегда работает. VeryExec, значит, NetBSD-система, я не уверен, откуда она всплыла, наверное, тоже из проекта Gintu и Gintu. Это система отслеживания и предотвращения, изменения каких-то файлов в системе, которые пользователь считает, помечает неизменяемыми. Система работает на уровне ядра. И, в общем, для того, чтобы ее обойти, нужно снимать ядро, а это очень тяжело. Подробности в документации довольно много здесь всего. Много, думаю, новых крышевых садов для большинства присутствующих. Далее, значит, есть определенный класс уязвимостей, так называемых Rescondition, ситуация гонок. Одна из ситуаций в Rescondition возникает при создании временных файлов. Обычно они задают это в TMP. Для того, чтобы это обойти, в принципе, в NetBSD можно создать отдельную директорию TMP для каждого пользователя. В Adminux некоторые эллипсишные функции возвращают временные файлы внутри поддиректории. Не прямо в TMP, где TMP стоит, а внутри поддиректории с правами только для этого пользователя. Не много, но, в принципе, тоже хорошо. По другим системам, если дополните мой доклад, то я буду только рад дополнениям замечаемым. В принципе, одна из целей, на самом деле, этого доклада, это возможно найти человека, который что-то знает об этом и добавит дополнение. Не то, чтобы я собрался работать в этом направлении очень глубоко, но, возможно, кто-то дополнит. Я просто хотел заметить, что касательно TMP, это одна из тех проблем, которые решает система DebrinFight, то есть они на уровне C-группс уже позволяют каждому сервису из-за уровня C-группы сервисов, то есть имеется возможность включить это ответного сервиса до группы сервисов, то, что каждый из BPC-старта C-группы, фактически сервисов, получит в основном TMP или вообще не получает какого-то ассистента. Спасибо. Дальше. Ну, самое простое, наверное, решение, которое приходит на ум, это, в общем-то, сокрытие информации, которую пользователю в виде сервиса какого-то. Демона знать не нужно, да? Например, если сервис запущен от пользователя DIGD, то, наверное, ему не нужно знать о том, что запущено от имени пользователя HTTPD. Ну, не зачем, в принципе, не смотреть пиг этих процессов, не смотреть информацию об этих процессах и все остальное. К сервису DIGD нужен только DIGD, то есть он сам. Вот, поэтому в NetBSD реализовано несколько, скажем так, способов сокрытия информации, в частности, security curtain, и довольно большая система различистая. Сеть модель security level, там есть несколько уровней безопасности, ну, грубо говоря, параноидальности, да, которые выставляет систему администратора на момент старта системы. Естественно, параноидальность в рантайме можно только увеличивать, вот дальше в другом направлении ничего не работает. Опять же, в общем-то, очень хорошее средство. Под Linux я не очень силен, но, наверное, с этой целью используются средства виртуализации, такие как LXC, WZ, WSF. Это, на мой взгляд, немножко странный подход, ну, и тема на патроле, наверное. Ну, давай патролим. Вообще-то есть патч, в котором это реализовывалось. Для 2-2, для 2-4 он был, для 2-6 вот конкретно это подножие функциональности, которые ты затрагивал, партировалось, но, насколько я понимаю, этот порт сейчас заброшен. Кажется, было в R-секрете, но почему? Ну, я что-то читал на сайте, а ты, ну, да. Просто сейчас это особо смысла не имеет, потому что все это уже получает вирующуюся цель группы. Ну, давай. Да, возьму. Если LXC WZ использует, и теперь, вот, грубо говоря, с этим какие-то в этом уровне финир, можно без виртуализации фактически просто выдавать отдельными вайрами так же бы выдавала бы визоляцию на XPS. Да, в общем-то, да. Еще один источник проблем – это суидные экзешники. Вот, совсем недавно было два взлома с СУ и СУДУ в Линуксе. Вот, поэтому, в принципе, одно из решений – это отказаться от суидных экзешников вообще. Например, есть русский, насколько я знаю, проект OpenWall. Там система по умолчанию не содержит суидных экзешников вообще. Немножко может быть учебный пример, но все-таки мне кажется очень хорошим. Например, все знают о том, что в Линуксе хэши хранятся в файле и это совершенно. Вот, и доступ к этому файлу нужен любому пользователю, который желает изменить пароль. Вот, в связи с чем, исполняемый файл по СВД, на нем стоит суидный бит. То есть, как бы, любой пользователь запускает его от пользователя рута. Что сделали в OpenWall и что перетащили в свое время в Альпину – это немножко другая организация хранения хэша и паролей для пользователей. В этой схеме хэш для пользователя, допустим, челсов доступен и на чтение, и на запись пользователя челсов. И все. И во новую беседорову этот файл не смотреть, не изменять, в принципе, не нужно. Вот. За счет такой организации суидный бит у программы по СВД не нужен. И эта программа работает, в общем-то, от обычного пользователя, от того, от которого она запущена. Я не слышал никаких уязвимостей в программе конкретно по СВД, поэтому пример, не знаю, то ли рабочий, то ли рабочий, но в качестве учебного примера, мне кажется, очень хороший. Могут быть довольно нитридиальные, но красивые решения, в принципе, просто если на нее взглянуть по-другому. Насколько я знаю, по моду ТСБ, который был разработан в Open World, и, наверное, с участием разработчиков от Linux, насколько я знаю, нигде больше не применяется. Очень жаль. Ну, в принципе, так. Опыт интересен, мне кажется. Есть еще система сэндбоксинга под названием Capricum. Это разработка университета Кембриджа с деньгами и людьми от Google. Среди людей замечен никто, не знаю, как Рис Кеновый. Вот. Поэтому неудивительно, что это реализовано. Вот, буквально, давно было во время детей. Подробности, в принципе, лучше посмотреть в мануалах. Ну, система интересна, в принципе, хромили в этом направлении вроде бы, поскольку Google спонсировала адаптную Capricum. В общем, интересное направление. Так, далее. Еще одна проблема, думаю, известная всем, это все-все-все работающее на уровне ядра. Вот. В частности, для файловых систем решения в виде хаосистом и южа-спейс, это фьюс, практический стандарт де-факто, и недвижний пульс. В недвижении стали повторять ошибки ДНК фьюсов. Они сделали собственную систему, более общую, под названием пульс, и, по этой системе, сделали фьюс. Вот. Ну, хаосистом и южа-спейс, я думаю, в общем-то, понятно, о чем идет речь. На основе фьюс сейчас очень много распространенных систем, файлов на разных языках написано. Думаю, все об этом знают и слышали. Одной из особенностей формата коллектив является то, что при запуске исполняемого файла разъеминт, разъеминт, скажем так, адресов реальных функций из разделения библиотек происходит через, как я называю, закупки в роде. Через... неважно. В общем, при старте программы есть некоторая область, запись в которую происходит по мере того, как функции их адреса разобраться. Если взломщик узнал каким-то образом эти адреса, он может в них произвести запись и стараться очередными последствиями. В качестве решения, в принципе, предлагается, что флаг линкера GNU-D-D-NOW, который весь результат произведет на старте приложение, в результате чего станет возможным, этот сегмент памяти пометят, как придумали еще одно место, где, в общем-то, могут быть двери. В результате, в принципе, приложение стартовать, наверное, это будет медленнее, и может быть также значительно медленнее, особенно на Ситус Плюс Плюс Поп. Но для демонов это не принципиально. Если мы паранойки, мы, наверное, говорим о каких-то сервисах, которые что-то куда-то наружу отдают. Это сделано по умолчанию пакетов в кардон-гинту или как-то там в гинту. И можно, в принципе, сделать на пакет-сорсе, при условии, что используется в нул-интер с доступными этими акциями. Хардон-гинту – это, по сути, Гарсик Юлис и ПАКС. Это два смежных проекта. Фич, в принципе, у них очень много, и некоторые фичи мне очень нравятся. Вот одну я уже перетащил, это Хардон-Черлук в NetBusd перетащил. В общем, очень хорошие ребята, в самом деле. Их сайт стоит почитать для того, чтобы иметь более общее представление. Я здесь в Ворозе как-то подрабатываю где-то всюду. То, что я реализовал для NetBusd, сейчас существует в виде патч, это ядерный модуль. Вот с перечисленной функциональностью. В принципе, эта функциональность, по этим функциям можно видеть, какие виды уязвимости имеет рут внутри черута. Это дабл черут, это управление состоянием процессора, это изменение квотно-файловых систем, использование зарядного пространства, которое трудно отводится, это загрузка новых, так сказать, неожиданных модулей ядра, это ребут системы, это установки, это работа со слопом, это монтирование и размонтирование систем изменения, оптимонтирование, это доступ к отладке ядра и приложений, это доступ к файловым системам, к файловым системам PROCFS и всему тому, что не положено знать сервису, это посылка сигналов, в том числе убийства, это процессом важным в городе 1, и нет он же. И это, в общем-то, визибилисм, то есть видимость процесса наружу, это тоже сделано, то есть процессы, работающие внутри шута, видят только друг друга, как правило, это один процесс, изменение найса, изменение параметров шедуля, распилив его до вывода, изменение таблиц маршрутизации и ограничение на ресурсе процесса, всякие там сетевые дела, включение нового сетевых сервиса, в общем, примерно как-то так. изменение рандом пул, интрофи пул, точнее, доступ к файлам, таким файлам, как dmgm, это все реализовано, в принципе, моим модулем для любых людей. Я надеюсь, что вы делаете софт, я вас, может быть, вопросом? Да. В пулу кардинга гэнта, она там кроме джемп, проникала во всех местах, вообще такая, в стиле джемпу конструктор по секьюрити, пакса геро-секьюрити, это патч на ядро, а кардинга еще дает сам получение, а дальше начинаются игры с софтом, который, можно сказать, малая часть, которая собирается со всеми усилиями, большая часть, которая просто расчетствует, когда я 4 попробовал, он просто брокнется, и все. И десктоп на хардингу. По поводу грэс-секьюрити еще почитать можно. Есть Хрэк Орг, такой старенький журнальчик, грэс-секьюрити, там у автора грэс-секьюрити брали интервью. Тоже понятно. У меня вопрос. Я в Гутбуре, может, я сказал, что Чарус, ты говоришь, Чарус из Норгрэс-секьюрити, а Джей, у вас, активно, обещается. Но Джей обещается в руки. Джей, если имеется в то, фривиздичный, то он, в принципе, отличается в лучшую сторону. Дыры, о которых я говорю, Джей, конечно же, нет. Но... Но Джей это Чарус? Ну, по большому счету, он так и позиционируется. Джейл это фривиздичный Джейл, это Чарут, плюс возможность подниматься дополнительные интерфейсы, и плюс отсутствие дыр, о которых я говорил. То есть, рут Джейля, это совсем не то же самое, что рут Чарута. То есть, грубо говоря, вот то, что я сделал для ВВСД, это не до Джейл, можно так позиционировать. Да, Вон? Минута, пять. Волнение к списку хардин-дистрибутивов Debian 7.0, релиз-гоус, стоит security-хардин в бюджетной ситуации. А какие конкретные фичи там планируются? Ну, вот этот SSP. Уже? Очень жаль, потому что SSP как явление появился очень давно. Очень жаль, что Debian, такой важный, скажем так, дистрибутив, как Debian, в плане security, в самом хвосте. Насколько мне известно, он в самом хвосте. Я понимаю, в основном, эта цель была наследована в случае провиза, которая просто не была завершена. Потому что у них там есть некоторый рейс-бол, который еще от версии 4.0 наследованный, потому что... Я смотрел как-то сравнительный обзор параллельности различных дистрибутивов. Debian всегда выглядел просто голышом, таким вот абсолютно голым, абсолютно незащищенным. то есть абсолютно незащищенным. Мне кажется, это очень странно. Учитывая важность, скажем так, этого дистрибутива, очень жаль, что так мало внимания уделяются в Debian безопасности. Сейчас на кардинусе я сейчас открыл статус на порядке где-то двухсот базов касающихся кардинуса. Еще вопросы? Ну, а как насчет C-Linux и вот DUSI делали тоже свой вариант. C-Linux это в принципе немножко ортогонально, но связано. Я думаю, что любой редуксует, то есть почти любое присутствие еще знает об этом гораздо больше меня. Ну, а C-Linux понятно. Мне кажется, я его упоминал, может быть, пропустил. Ну, по крайней мере, в одном из вариантов презентации это все было. Если я не все упоминал, может быть, я его в последний момент не пропустил. Там либо Pax и C-Security, либо C-Linux. То есть выбор. То есть они еще несовместимы? Ну, насколько я знаю, не знал. Я еще не знал. Не совместить, но работать, чтобы все одновременно как человечески работало невеально. Я еще как бы последнее добавлю. Надо понимать, в чем трейд-офф. В NetBSD SSP включили по умолчанию совсем недавно, буквально 2-3 года назад, то есть тоже с большим обознанием. Очень большие серьезные дискуссии были вокруг уменьшения производительности. 5%, 4%. Кому-то это кажется очень большим числом. Разработчики GFC и Pax ожидают, что все включено, то есть вообще все-все-все и это не более чем 20% performance. Ну, там 20 в 10. Ну, а не если 10, я умножаю условно на 2, скажем 20, если они пригорают, ну, для кого-то это существенное число. Мне кажется, безопасность себя оправдывает и она дороже, чем производительность. Наверное, это в силу того, что у меня определенные задачи стоят. Кому варим security, тот не пожалеет на этот 10%. Спасит бом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...